МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Смотрите сегодня в выпуске. Завтра Ильменко. Специальная комиссия принимает территорию фестиваля. Подорожает ли проезд? Билеты на троллейбус будут стоить 18 рублей. Полезное лето на ОТВ, безопасная битва на мячах и увлекательные мастер-классы в летнем лагере «Логика». Уже завтра исполнители авторской песни соберутся под МИАСа. Пока поклонники футбола готовятся болеть за наших, барды настраивают свои гитары. Приехать на Ильменко настоящим поклонникам авторской песни не помешают ни погода, ни стартующий чемпионат мира по футболу. Как проходят последние приготовления к фестивалю, знает Марьяна Развеева. На горнолыжном курорте «Солнечная долина» идет подготовка к 42-му Ильменскому фестивалю. Сейчас здесь работает комиссия, в которую входят специальные службы города МИАСа и сотрудники администрации. Их задача – проверить подготовку площадок к проведению фестиваля. Мы рассматриваем все – от вывоза мусора до обеспечения людей питьевой водой. Также меры предосторожности, связанные с аномальными погодными условиями, в случае в городе будут также выполнены ряд мероприятий в случае необходимости по эвакуации участников фестиваля. Но будем надеяться, что все произойдет без происшествия и все варианты развития событий при проведении такого массового мероприятия они рассматриваются в полном серьезе. Ильменский фестиваль пройдет с 15 по 17 июня. Торжественное открытие состоится в пятницу в 19 часов вечера на главной сцене. А 16 июня в субботу в 21.00 прямую трансляцию концерта «Ильменский звездопад» можно будет увидеть на канале ОТВ. Вход на фестиваль, размещение в палаточном лагере и посещение концертов бесплатные. Традиционно на фестивале будет работать ярмарка. Кроме этого, для гостей доступны летние развлечения горнолыжного курорта. Мы очень много традиционно предлагаем дополнительных услуг. Гости смогут прокатиться на кресельной дороге, посетить фотозону на вершине. Там же будут проходить мастер-классы. Веревочный парк будет открыт. Озеро можно будет позагорать, если погода нам позволит. Хаски, конные центры, велопрогулки. Все будет для гостей. На фестивале традиционно будут работать две сцены. Главная и лесная, расположенная ближе к палаточному лагерю. Заезд в сам лагерь начнется 15 июня в день открытия фестиваля. В 8 часов утра. Ожидается около 15 тысяч гостей и более 300 участников фестиваля. Выступить приедут гости со всей России и даже ожидаются гости из Соединенных Штатов Америки. В пятницу в 19 часов элементку откроют Андрей Крамаренко, Ксения Федулова, Зеленая Лампа и 7-я бригада. Ежегодно на фестиваль приезжают барды из разных городов России и гости из-за рубежа. Сейчас мы расскажем об одном из них. Роберт Кур приехал из Германии и выступит на Эльменском фестивале. Здравствуйте. Заходите. Роберт Кур гостеприимно открывает дверь гаража. Именно здесь он организовал уютную комнату и готовится к выступлению на Эльменке. Роберт уже два года живет в Германии и соскучился по родине. Решил отправиться в тур, ведь в его репертуаре накопилось много душевных песен собственного сочинения. Около сорока. Был и в Германии, и во Франции, и вот добрался до России. Финальное выступление на Эльменке. Ждет узором танца строки, взглядом звука пенья пчел, нежного касания руки, слово, что еще не прочел. Своим песнями я отношусь не как к поэзии, а как именно к песням. И я живу как Винни-Пух, когда с песни прилетела, вот она и прилетела. Она со мной живет. Бардом Роберт Кур стал в начале 80-х. Хорошо знаком с Олегом Митяевым. Их свел клуб авторской песни. Вспоминает свою первую Эльменку. Я на Эльменском фестивале, я думаю, с 81-го года. Вот тогда я первый раз попал на него. Меня это сильно поразило и вдохновило. Ну вот, поскольку тогда это было такое нечто необычное. То есть очень много людей, связанных одним делом, одними интересами. Как и любой музыкант, Роберт очень трепетно относится к своему инструменту – гитаре. Ее Бард приобрел в Германии совсем недавно. В этом году я начал играть блюз, и мне нужна была гитара с металлическими струнами. Я начал искать гитару и нашел вот эту стоянную гитару. Купил ее там за 80 евро. Оказалось, что этой гитаре, уже потом, я когда ее купил, начал проверять, смотреть, оказалось, что этой гитаре почти 100 лет. Еще в комнате Роберта Кура привлекает внимание картина. На ней изображен сам бар. Одномязкая художница нарисовала его, увидев в фильме, еще 20 лет назад. Она по фильму нарисовала вот эту картинку. Ну, здесь интерьер тот, в котором мы тогда жили. Тогда я пристроил к нашей квартире балкон, и на балконе сделал кухню. Это кухня на балконе, на самом деле. Роберт Кур уже завтра, как и многие барды из разных городов и даже стран, отправляется на Эльменский фестиваль. Расписание Эльменки доступно всем на сайте elmeny.org. Ирина Горностаева, Андрей Назарук, ОТВ. И к другим темам. Подорожает ли проезд? Депутаты обсуждают вопрос повышения стоимости проезда в городском транспорте. С 15 до 18 рублей. Речь идет о троллейбусах. Когда примут окончательное решение, расскажем прямо сейчас. Вопрос повышения стоимости проезда в троллейбусах прорабатывали в мэрии. Даже представили прогноз, что может произойти далее с троллейбусным предприятием, если все оставить как есть. Убытки могут достигнуть 17 миллионов рублей. Если же произвести повышение, возможно прибыль не менее 4 миллионов. Сейчас же у предприятий имеется большая задолженность. Депутатская комиссия по вопросам городского хозяйства заключила повышение одобрить. Было очень много мнений. Кто-то за, кто-то против. Но мы уже много-много лет не повышали. И сегодня даже инфляция 4-5-7 процентов, она говорит о том, что повышать необходимо. Повышать необходимо для того, чтобы качественно обслуживать пассажиров. Сегодня это единственный общественный транспорт, который у нас остался. Его необходимо сохранить. Мясцы по-разному отнеслись к новости об увеличении платы за проезд в троллейбусах на 3 рубля. Для одних разница незначительная, другие же уверены, это ударит по карману. Конечно, нежелательно. Пенсионерам для нас все ведь дорого. Будем есть, какая разница. Что 20 на маршруте, что 18 на троллейбусах. Я как пенсионер, мне, конечно, накладно. То есть, если у меня пенсии всего 8,5, так что для меня каждая копейка экономия. Окончательное решение в вопросе повышения тарифов примут на сессии собрания депутатов в конце месяца. Отмечу, что в Челябинске в этом году плата за проезд в трамваях и троллейбусах не повысилась. А наоборот, уменьшилась. И снова в эфире рубрика «Полезное лето» на ОТВ. Чем занять ребенка в каникулы, особенно если из детского сада он уже выпустился, а в школу еще рано. В летнем лагере от Центра развития «Логика» есть все, что приносит пользу детям. Общение, прогулки и веселые занятия. Сегодня наша рубрика в гостях у Семейного центра развития «Логика». Сейчас здесь работает летний детский лагерь. У ребят все занятия расписаны буквально по часам, чтобы им не было скучно. И вот сейчас у них проходит мастер-класс по историческому фехтованию. Ведь выплеснуть накопившуюся энергию иногда очень полезно. Сначала небольшой экскурс в историю, а потом упражнения с мягкими тренировочными мячами-тимбарами. Ребята из одной группы поделились на две команды. По цвету мяча. Команда у нас называется «Ситхи», потому что у нас мячи красные. Безвездные хоны. Иногда занятия проводят и сами дети. Многие из них уже мечтают о будущей профессии. В «Логике» детям дают возможность раскрыть свои таланты и проявить навыки. Влево-влево и право-вперед. Понял? В свободное время ребята могут поиграть в настольные игры или заняться любимым рукоделием. Повторить то, чему их научили на мастер-классах. Смена в летнем лагере длится 4 полных недели. Отделение детского центра «Логика» есть в разных частях города. В Машгородке по адресу Макеева, 71, в Комарово на Колесово, 19 и на автозаводе рядом с городским парком на улице Романенко, 1. За успехи в ратной учебе. В День России наградили курсантов Центра допризывной подготовки «Сармат». Ребята с младшего школьного возраста учатся любить и защищать Родину. Каждый год ребята получают награды за свои достижения. 43 курсанта Центра «Сармат» выстроились на площади перед Мемориалом Скорбящей Матери. Каждый год большая часть воспитанников Центра получают заслуженные награды за ратную учебу, активность и успехи. Церемонию ведут руководитель Клуба «Сармат» Олег Колдомасцев и его заместители Константин Карлыханов и Владислав Кузнецов. Всего в Центре допризывной подготовки занимается почти 80 человек от 6 до 18 лет. В Центре действует армейская система. По мере повышения уровня знаний и умений ребята в «Сармате» растут в званиях и должностях. Лучшие удостаиваются званий младшего сержанта и еврейтора, а также должности младшего инструктора. 12 июня мы провели ежегодное мероприятие, где были награждены ребята, которые у нас принимали участие в сдаче нормативов на значок «Воин спортсмен». Те ребята, которые у нас участвовали на сборах по военному альпинизму в январе месяце. Также ребята, кто совершили прыжок с парашютом. Все они были награждены значками, удостоверениями. Уже более 10 лет Центр «Сармат» объединяет, воспитывает и готовит к взрослой жизни миасских подростков. Ребята готовятся к службе в армии, к поступлению в военные училища. Упор в клубе делается на военно-десантные дисциплины. На каждого члена Центра «Сармат» заполняется резюме с результатами сдачи нормативов. Также в личном деле хранятся благодарственные письма и грамоты. Добиваться успехов ребятам из Центра «Сармат» помогает миасский машзавод. Коллектив и генеральный директор миасского машиностроительного завода, капитан первого ранга Андрей Юрчиков, оказывает всестороннюю помощь клубу. В январе при поддержке завода ребята ездили на сборы по военному альпинизму, а также на другие соревнования. Зимой мы ездили на региональные сборы клубов военно-патриотических и организаций в город Тюмень, где из 13 команд участников мы заняли третье место. То есть это и по тактической подготовке, и по плаванию тактическому. В канун 9 мая ребята провели показательные выступления перед коллективом ММЗ возле заводского мемориала памяти. Этим летом, как и в прошлые годы, «Сармат» приглашает подростков в военно-полевой лагерь. Юноши и девушек будут обучать рукопашному бою и стрельбе. Также в программе запланирована школа выживания, горная и парашютная подготовка. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСа. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 0055. Спасибо, что были с нами.